Добрый вечер. Меня зовут Светлана. У меня очень большие проблемы с моими семьями. Ему 36 лет. У нас тепло, болит друг друга. Но иногда иногда открывается. Он меня попросил, чтобы у вас спросить, почему меня проклял три раза? Почему проклял три раза? Ну все тогда. Все проклял, все. Все проклял, все, что разговаривал. Все значит. Осеннее пальто можете не покупать. Человеку, понимаете, человека, если можно проклять только за что-то. Что значит проклятье? Это значит, я приказываю Богу что-то с человеком сделать. Блокое. Да, я приказываю. Мы можем Богу что-то приказать? Можем? Я, я не понимаю. Мы любим друг друга. Моя хорошая, надо сейчас вам меня слушать и включать мысль, мышление. Не пытаться мне что-то доказать, а слушать. Потому что проблема в вашем понимании находится. Сейчас. И потом мы дальше будем разбираться с вашими отношениями. И так, вот вы меня слушаете и отвечаете на мои вопросы. Я вас спрашиваю. Мы приказать что-то Богу можем? Нет, конечно. Нет. Хорошо. Вот он приказал Богу что-то с вами плохое сделать. Если вы ничего плохого не делали, то Бог будет с вами делать что-то плохое или нет? Он все сделает, но он, наверное, делает что-то плохое. Однозначно. Еще раз повторяю. Если человек просто в гневе. Говорит, я тебя проклинаю. Это сбудется? Нет. А что тогда вы беспокоитесь? Вот допустим, я вам расскажу как работает проклятье. Вот допустим, муж бросает жену с тремя детьми. Или с четырьмя. Понимаете? И она просто в сердце думает, ты за это ответишь. Она даже там, я тебя проклинаю, там торжественно ничего не произносит. Просто думает, ты за это ответишь. И он за это ответит, потому что он совершил злой поступок. И жена, если так подумала, Бог его обязательно за это накажет. Но даже если она не подумала, он его все равно накажет. То есть проклятие означает, что человек ускоряет процесс. Вот допустим, мужчина бросил с четырьмя детьми. И она думает, очень скоро ты за это ответишь. Бог допустим запланировал, что он ответит через полгода. Но он переносит сроки. И тот начинает отвечать уже через две недели. Вот это называется проклятие. То есть нужно какое-то основание. Если основания нет, а человек просто психанул, то никакого проклятия не будет. Потому что он говорит о какой-то немецкой обиде. Да все равно, что он говорит. Ему там на уши сели какие-то психологи, понимаете. И он начинает что-то говорить. Есть люди, которые просто портят мозги людям. Их иногда называют психологи. Иногда психи. Ну то есть они как бы взял, человек убедил, психолог убедил человека, что у того детская травма допустим. Ну хорошо. Детская травма означает, кто-то же сделал эту детскую травму. Значит кто сделал? Значит сделала мама. Значит она виновата во всех моих проблемах. Потому что все мои проблемы, они идут от детской травмы. Если все мои проблемы идут от детской травмы, значит во всех моих проблемах в жизни виновата мама. Это же классно. Вот я в ничем не виноват. Мама виновата. Козла отпущение нашел. Знаешь что такое? Козел отпущение. Это когда козлов жертву приносят. Вот допустим у человека проблемы, а страдает козел. То есть он берет козла и в храм приносит, чтобы проблем у него не было. То есть у него проблемы, у козла нет проблем. Он живет, травку себе ходит. У него нормальная жизнь, у него никаких проблем нет. Но страдает козел. Почему? Потому что люди придумали, что если козла зарезать, значит будет легче. Спасибо вам большое. Не стесняйтесь сюда подходить. Сейчас подождите, не торопитесь. Спасибо. Будьте счастливы. Все. Счастья вам. Переорганизатором цветочки дайте, чтобы они базочку нашли. Уже все. Уже все. Может быть найдете, да, где-нибудь. Все, моя хорошая, давайте двигаться дальше. То есть у него в мозгах проблемы. Он считает, что мама во всем виновата. Хорошо. Теперь давайте посмотрим, что у вас за проблема. Первое, что надо понять, что если человек живет неправильно, то у него внутри копится напряжение. Это напряжение вызывает у него срывы психические. Понимаете, с этим ничего не сделаешь, если человек не меняет образ жизни. Вы тоже можете подарить цветочки, если хотите. Да, я жду, когда же она мне подарит цветочек. Она все сидит и не дарит. Так. Все. Спасибо вам большое за ваши дня. А вот это вы самый красивый выбрали? Вы такие любите, наверное, да? Да ты моя хорошая. Спасибо. Ну ладно, я вам тоже хочу один подарить. Ааа, не так просто. А я смогу, видите, у вас. Спасибо большое. Все, поставьте где-нибудь фразу. Теперь смотрите, с ним мы не можем ничего поменять, потому что он живет неправильно. Он вспыхивает, у него очень сильно напряженная психика. Если что не так, и он сразу же кипит, он не может как бы себя сдерживать. С этим мы ничего не сделаем. Это должен менять сам человек. Но мы должны разобраться с вами, почему так сильно вы на это реагируете. Почему вы не можете нормально жить сейчас, вы постоянно думаете, думаете о своем сыне. Почему вы так сильно зависите от того, что он думает о вас, как он себя ведет. Почему он сильно так реагирует на вас. Вот в чем главная проблема вашего вопроса. Итак, ответ на эти все вопросы один. Когда человек в своей жизни целью ставит не Бога, а человека, то тогда возникает такой феномен, называется привязанность. То есть я завишу от человека. Если я, допустим, буду сейчас от вас зависеть сильно, то я начну тянуть от вас психические силы. Вы будете психовать, нервничать. Понимаете? Допустим, как вас зовут? Светлана. Я, допустим, буду говорить. Светлана, как у тебя жизнь? Ну, отвечай. Я очень рад. А мне бы хотелось... А может быть не хорошо? Вы что-то скрываете от меня, Светлана? Ну, мне кажется, что у вас не очень как-то хорошо. Видите, я как будто тяну у вас силы, да? Такое, как... Нико это разговаривает с таким человеком. Он как будто что-то из тебя вытягивает, мучает тебя. Это называется привязанность. Когда человек зависит от счастья другого человека. Если вот у другого человека есть счастье, я счастлив. Нет счастья, я несчастлив. Если он со мной не общается, я несчастлив. Но если со мной общается, я счастлив. Я сижу, моя жизнь полностью в зависимости находится от человека. Это называется вера в человек. Понимаете? У меня просьба у организаторов подойти к администрации здесь и попросить поменять стойку. Потому что она отпускается постоянно все ниже, ниже. Я поднимаю, потом опять, поднимаю, опять. И так вот постоянно, когда будет всю лекцию. Надо найти другую стойку, потому что это не совсем исправно. Олег Ильич, напряжение на них лежит, для того, чтобы неча, некомпределить. То ли вы найти, то ли вообще. Вы перенапряжены, понимаете? Перенапряжены. Из-за этого... Я жру, то есть все, что не складить, я могу снизить. Ну, это нормально, это зависит от напряжения человека. Если, допустим, человек сильно напряжен, он не может снять это напряжение как-то, каким-то способом, то он это снимает с помощью еды. Вот если вы будете совершать длительное непрерывное движение, научиться ходить подолгу, 4 часа 20 минут, раз в 5 дней, и также неподвижно стоять возле таких деревьев, как, допустим, береза, ива, охлаждающих деревьев, или липа. Липы есть у вас здесь? Липы. Липа, допустим, вот вы стоите вот час, раз в 4 дня. Это вас расслабит, и вы не будете жрать. Ну, то есть вы будете кушать, как положено, днем, а по ночам не будете, потому что вы идите по ночам от перенапряжения внутреннего. Понимаете? Мне как будто-то толкает. Ну, понятно, это ваше напряжение толкает. Вы заснуть не можете, вы мучаетесь, вам тяжело. Да, конечно, вы же забываете, что там есть в холодильнике. Он вам напоминает, говорит, вот что есть, оказывается, вот что есть в холодильнике, оказывается. И вы идете, и там кушаете это все. Можно, да, можно подойти. Да, мы знаем, да, все уже изучили, хорошее удобрение у вас. Я уже подвинул, уже подвинул. Ну, может быть, не будет опускаться. У вас другой стойки нет, да? Ну, ладно, хорошо. Менять образ жизни надо, моя хорошая, понимаете? Образ жизни не соответствует тому, чтобы не жрать по ночам. И это касается всех людей, понимаете? Когда человек перенапрягается, он ведет неправильный образ жизни. Первый признак перенапряжения – это желание покушать вечером. И второй признак – это позднее укладывание ко сну. Человек не может вовремя спать, вечер раз, и он не может не поесть плотно перед сном. Два. Это означает перенапряжение. Оно снимается, снимается с помощью длительного непрерывного движения и неподвижного положения тела. А также снимается с помощью ванны. Допустим, если человек перед сном – это пассивное снятие называется напряжение. Если человек перед сном, допустим, полежал в ванне в теплой, то, ну, не горячая, а такой приятной теплой ванне, минут 20, то это уже тоже как-то облегчает жизнь. Вот если ты хочешь покушать, полежал в ванне, кушать уже не так сильно хочется. Ну, то есть это тоже помогает, но лучше вот эти практики совершать – длительное движение, неподвижное положение тела, поизучать это в моих лекциях. А что касается сына, то вы должны понять такую вещь, что привязанность к сыну убирается только привязанностью к Богу. Если вы будете думать о Боге, молиться, придет время, и вы спокойно к сыну начнете относиться. Поймете, что проблема именно в вашем болезненном восприятии вашего сына. Вы живете его жизнью и своей. Переживаете за него, мучаетесь постоянно. Это неправильное мышление. Надо это убирать. Ну, девушка на первом ряду. На первом. Спасибо, Олег Иванович. Я слушала вас за то, что я поняла, что я жена неправильная, и теперь хочу объяснить, что я что-то делать. Вы же уже живете правильно, вы уже ходьбу практикуете, статические упражнения, молитвы. Вы все делаете или ничего не делаете? Все, молитвы. Дело в том, что я разрушила первую свою семью, и сейчас я расплачиваю. Это очень жестоко. Как вы расплачиваете? У меня было отношение с иностранцем, с немцем. И так получилось, что у нас ребенок появился. И сейчас мы разрушены, я уехала обратно, а он сильно меня отдает и он лишает меня матерейства. Если вы будете молиться и выполнять все практики, которые я рекомендую, то никто не сможет вас разлучить с вашим ребенком. Это невозможно, потому что все контролирует Бог. Придет время, и ваш контакт с ребенком наладится, но вам надо сначала наладить контакт с этим человеком. По-доброму себя с ним вести и стараться. Ну, то есть, или он... Стараюсь, но он... Он общается с вами как-то или нет? Мы общаемся с ребенком. То есть, или он связь с ребенком, он разрешает... Вот видите, как хорошо. Вот этого достаточно. Надо по-доброму к нему относиться. Прощать ему, вести себя хорошо с ним. Потому что вы тоже жестко начали себя в один момент с ним вести себя вести. Это испортило ситуацию. А жесткость это... Нужно ли вывести в него... А жесткость это возникает из-за того, что у вас есть напряжение внутри. Видите? Я вам постоянно одно и то же всем говорю. Потому что семейная жизнь очень сильно зависит от того, есть у чего лайка силы жить семейной жизнью или нет. Если сил нет, не будет никакой жизни. Вот, допустим, между ними у обоих статическое напряжение. У нее и у него. Означает, что не хватает терпения. То есть, когда не хватает терпения, люди начинают жестить. Жесткий стиль такой. Жестокость. Вот, она разрушает дальше возможность иметь отношение с ребенком. А что нужно сделать? Нужно просто выполнять статические упражнения, возле деревьев стоять. Копить себе энергию терпения. Когда терпение есть, он, допустим, нервничает, а вы его успокаиваете. В результате все налаживается. Он, в принципе, нормальный человек. Он просто очень сильно такой злопамятный, как бы, он не забывает обиды. Вот его обидели, и он долго помнит эти обиды. Это жизнь и характер мужчины, нет? Не надо никого, как бы, не надо никого считать плохим человеком. Женский тип характера мужчины. Ну, злопамятный человек, ничего страшного. Надо просто понять, что всегда нужно хоропах хорошее в человеке искать, а не плохое. Вы тоже на него обиделись, ищете в нем плохое. Нужно его простить, по-доброму к нему относиться, помолиться за то, что восстанавливались отношения, по-доброму общаться с ним. Это все начнет восстанавливать постепенно ваши отношения. Это восстановление отношений придет двум вариантам. Первый вариант. Вы будете иметь возможность видеться с ребенком. Второй вариант. Вы вообще можете восстановить отношения и сохранить семью. Вас еще она не разрушена. Он не хочет меня брать замуж. Ну и что? Это все меняется. Сегодня не хочет, завтра захочет. Не хочет меня брать замуж, это не означает, как обреченность, как вы это воспринимаете. Это просто объем работы. Как вы правильно сказали, вы просили первого мужа своего, и за это вы сейчас отвечаете. Этот ответ, он как бы в сердце вашем сидит, как определенный объем работы. И наказание, которое вы получаете от близкого человека, это всего лишь объем работы, который побеждается с помощью правильных практик. Олег Иванович. Вот завтра, видите, вы даже меня не можете вытерпеть. У меня много вопросов. Ну как бы если, допустим, если у меня, допустим, понос, то я не смогу нормально как бы жить. Я только начал, допустим, картошку резать, опять в туалет запекал. Потом покакал опять, начал и опять в туалет. Вот, мы с вами сейчас один вопрос должны решить. У меня поноса нет, у меня все нормально. Вот, я сейчас один вопрос хочу с вами решить до конца, потом следующий будем, хорошо? У нас впереди целая вечность. Я просто не задерживаюсь, задерживаюсь. Вы задерживаюсь тем, что вы не слушаете меня, не терпите. Ничего не поняла. Сидим и слушаем. Итак, энергия терпения увеличивается, когда человек делает статические упражнения. Главная проблема в жизни человека заключается в том, что у него не хватает сил. Вот, допустим, человек думает, почему я никак не могу убраться на кухне? Потому что у тебя не хватает сил. Начни что-то делать с собой. И у тебя будет всегда возможность убираться на кухню. Вот у вас кухня вашей судьбы грязная сейчас, да? Вы совершили поступок жесткий по отношению к мужу. Этот поступок дал просто определенный объем работы. Это не то, что у вас теперь обреченность какая-то, вы теперь всегда будете страдать с этим человеком. Понимаете, у вас есть определенная сложность в понимании вещей. Вы слишком быстро делаете выводы. Например, вот этот человек, ну категоричный он такой, долго помнит обиды. Идет себя очень жестко. Говорит, что я то сделаю или сё сделаю. Если он что-то говорит, это не значит, что так оно и будет. Потому что всё зависит от судьбы, а не от него. Вот допустим, вы ему поверили, он говорит, я тебя замуж никогда не возьму. Ну и чё? Мало ли чё он говорит, это всё зависит от судьбы. То есть вы по-доброму себя с ним ведёте, прощаете, молитесь. Вот. Хорошо говорите о папе, ребёнку. Папа всё слушает. Постепенно меняет от вас своё мнение. Проходит время, и он, так как он по природе добрый человек, он просто на что реагирует? На то, что вы его не уважаете. Считаете его плохим человеком. Он это чувствует. И поэтому он жестит. А надо его считать хорошим человеком. Несмотря на его жёсткий стиль. И тогда он смягчается. Начинает он добрый в целом человек. Если вы по-доброму, он тоже по-доброму. И так постепенно вы побеждаете свою судьбу, не его побеждаете, как человека, а свою судьбу. Вы вздыхаете сейчас тяжело, потому что вам это тяжело делать всё. Я понимаю. Это невозможно улучшить его, это правда, от страха живёт. Ну и что? Вы с ребёнком разговариваете? Только с ребёнком. Через ребёнка можно влиять на мужа. Вы добрые отношения по-доброму к мужу относитесь, с ребёнком разговариваете. И подсознательно у мужа будет меняться отношение к вам. Он не нужен, он не хочет, чем обратить замуж, чтобы у него есть другая эта женщина. В каком роде? Ну, неважно, значит, человек, который с вами был близких отношений. Всё равно надо к нему установить с ним хорошее отношение, потому что путь в следующую семью для вас идёт через него. Вы не можете от него сейчас опять сбежать, как от предыдущего. И от бабушки ушёл, и от дедушки, и от тебя. И от тебя подавно идут. Вот. Надо, чтобы сейчас нового человека себе найти в жизни, нужно к нему вернуться в правильное отношение вот к этому человеку. То, чтобы победить судьбу через него. То есть нужно прощать его, принимать, по-доброму к нему относиться. Молиться, чтобы сердце отпустило по отношению к нему, чтобы такой обиды, жёсткого отношения не было. Если это произойдёт, вы как будто вернули правильное отношение к нему. Когда вы их вернёте, у вас сразу пропадёт плохая судьба, связанная с ребёнком. Потому что, ну, как бы, в отношениях с ребёнком вы страдаете из-за того, что неправильно ведёте себя по отношению к мужу. А неправильно ведёте по отношению к мужу, потому что вы наказаны за прошлое отношение. Тоже вы очень жёстко, непреклонно себя поступили. Также жёстко, непреклонно сейчас получили обратную связь от Бога. Вот теперь нужно просто научиться принимать, прощать, ещё и в прошлых отношениях разобраться тоже там, тоже навести порядок, чтобы не было плохих чувств по отношению к вам, чтобы хорошее было восприятие вас как личности. Ну, то есть, примерно вот так вот всё, понимаете, нужно постепенно менять свою судьбу к лучшему, но вы хотите быстрое решение. Так как вы не терпеливая, вы хотите советов, которые бы быстро всё изменили. Ничего не изменится, потому что мужчина этот ни при чём, прошлый ни при чём. При чём ваша судьба? На жёсткость судьба будет реагировать в жёсткость. А? У меня к организатору вопрос. Посмотрите, там за сценой есть ли ещё какие-нибудь стульчики? Это такое немножко неудобное. На нём три часа сложно будет сидеть. Там есть такие, знаете, простые стулья, ну такие чёрненькие. Да, а это какое-то такое. Батарейки слизи, а вот у микрофона он в кругу. А это, значит ли, значит ли, что... Вам надо аспирент искать. Да не, надо просто чувствительность этого микрофона уменьшить и всё. Ну, надо просто уменьшить чувствительность этого микрофона и он перестанет звенеть. А, рядом фонит от колонки, да? Отойдите. Вам надо туда подальше, да. Знаете ли это, что первый тракт, первый день, я разрушила сама, это последствия моих трактных действий в прошлой жизни? Потому что я не имею в виду спят, если не так, потому что супруг первый, он очень жёлтый человек, очень властный и очень, вот, я не терпелась, на самом деле, не только, ну, давайте это вам не делать, да. Мужчина всегда это явное такое, он явно себя ведёт, а женщина тайна. Вы тоже очень властная и жёсткая внутри себя, у вас тоже этот характер есть. Это как защитник, так как или нет? Конечно, женщина никогда не виновата, она всегда только защита. Виноват во всём мужчина, он все проблемы создаёт. Я об этом вчера на лекции говорил как раз, вот. Моя хорошая, не надо сейчас виноватых искать. Нужно просто побеждать судьбу и всё спокойно. А если я могу, как бы я здесь смогу победить эту судьбу, есть такой шанс, чтобы больше не было отношений с людьми? Как к этому идти? Чтобы не было ни с кем отношений? Больше не хотите. Не хотите, да? Нет, в коем случае. Ничего не получится. Пройдёт полтора года, и вы захотите опять отношений. Человек не может жить один, особенно молодая девушка. Мне есть. Ну и что, идите ко мне сюда, я вас благословлю. Сдела в том, что мне не надо подходить. Я такие желания подожаю, я сильно подожаю. Я буду вынуждать. Всё, моя хорошая, я желаю вам счастья, чтобы у вас всё идти сюда, спокойно, спокойно. Счастья, чтобы у вас всё было хорошо. Исперно успокоиться. И желаю вам хорошей, счастливой семьи. Простите, пожалуйста, да, мою детство. Всё, просто. Она, видите, она очень сильно отчаялась от того, что было. То есть очень сильно в сердце такой протест против, очень тяжёлая судьба, ей тяжело, она отчаялась и не хочет уже никакой семьи. Надо просто побеждать судьбу, потихоньку выйти из этого отчаяния. И постепенно всё наладится у вас. Я уверен, я вижу ваше будущее, вижу, чувствую, что у вас всё наладится и хорошо, всё будет. Не волнуйся. Всё будет хорошо. Надо сейчас побеждать потихоньку судьбу, и всё будет нормально. Если у вас будут варианты, вот, допустим, спокойный, добрый человек, но не сильно нравится. Или такой очень крутой человек, сильно нравится, за крутого не выходить. Выходить за спокойным, которому вы нравитесь. И тогда будет хорошая семья. Понятно? Ну, мужчина, вот давайте поговорим из мужчины. А нет, нет, вот там, назад. Постоянно сколько лекций ваше, и вот много вы говорите, что нужно двигаться в физических нагрузках? Вам точно, потому что у вас это не физические нагрузки называются, а длительное непрерывное движение. Потому что сами по всей нагрузке они не меняют ситуацию. Допустим, сделал зарядку в спортзале, ну, ты можешь не дойти до очищения той зоны психики, которая именно страдает. Вот, допустим, у вас страдает четвёртый психический цилиндр, связанный с настроением. То есть, ну, депрессивное такое восприятие мира, тяжело очень внутренне жить. То есть, допустим, вы пришли в спортзал, занимались там час, вы нагрузку большую дали, но до этой зоны психической вы не дошли. Потому что нужно длительное движение. Вот человек идёт, допустим, 44 минуты, у него первый психический цилиндр очищается. А надо до четвёртого дойти, ещё 44 минуты второй, ещё 44 минуты третий, ещё 44 минуты четвёртый. Это если идти быстро, а если идти средним шагом, то тогда чуть подольше, там, за 50 минут. Получается, 200 минут надо пройти. 200 минут — это сколько у нас? А? Это три с лишним часа, да? Вот об этом я и говорю. Вот когда вы так будете, такую практику совершать, то вы начнёте чувствовать, что у вас получше стало внутри. Понимаете? Так, этот микрофон, чё-то никак. Вот талейки слетели. Нет, от возраста по времени не зависит. Нужно, ну, примерно так ходить. По времени чуть больше, чуть меньше, там небольшая разница идёт. А вопрос, вот с февраля, вот что спала сильно полято? А это уже результат. Дальше, смотрите, сначала идут проблемы с психикой, то есть депрессия, нарушение мышления, нарушение сна, обжорство на ночь. Это первая стадия, а дальше уже болезни. Вторая стадия. Всё равно нужно ходить. То есть надо начинать ходить. Суставы пропалят и перестанут. Понимаете? Так вот они болят от этих физических нагрузок, где-то на прясках, ну там суставы, они болят? Да, они болят от физических нагрузок. Почему? Сейчас объясню. Вот, допустим, вы физическую нагрузку дали, суставы пострадали. А так как им энергию нет куда брать, поэтому они разрушаются. Но если вы длительное движение совершаете, спокойное длительное движение совершаете, то вы доходите до зоны суставов. Зона суставов находится на третьем психическом цилиндре. Вы её прошли, и у суставов начинает поступать энергия, потому что вы пробиваете эту зону суставов. Суставы поступают энергии, они начинают лечиться. Лечение идёт через обострение, потому что нужно что-то менять. Вот, допустим, чтобы отремонтировать этот зал, нужно там стулья менять, там сцену чуть-чуть отладить. Это означает, что надо разбирать что-то, понимаете? Это получается, ну, как обострение, понимаете? То есть в зале не будет так хорошо, как сейчас, допустим, да? Если что-то менять, то будет сначала хуже. Ну, а как понять? То же самое в организме. Вот суставы, чтобы вылечить, нужно их перестраивать чуть-чуть, они поэтому будут ныть сначала. Вот не болеть, а ныть. Вот ноют, это не значит плохо, это значит хорошо. То есть вы начинаете ходить постепенно, через месяцев 5-6 они пролегчатся у вас и вообще не будут ныть. Вот, допустим, я начал бегать, у меня через где-то полгода начал ныть сустав коленный правый. И он ныл 4 месяца, потом прошёл. Потом тазобедренный сустав правый начал ныть. Ещё 3 месяца пронул, прошёл, потом следующий здесь. Потом это колено, оба голеностопа. Потом долго ныл позвоночник. Очень сильно такое тяжёлое чувство, потому что я его как-то сильно износил в результате перелётов. Вибрация вся во время перелёта идёт на поясницу. Вот, и там конкретно очень долго ныл, но сейчас я бегаю и ничего не ноет, поясница не ноет, потому что она пролечилась, и там всё нормально, и вот так омолаживается организм через аскезу. Но чем отличаются нагрузки от длительной ходьбы? Когда человек долго идёт спокойно, никаких нагрузок нет. Вот, допустим, те, кто со мной бегали сегодня, они заметили, что я бегу очень спокойно. Так? У меня нету такого ощущения, что я какие-то нагрузки делаю. Вот кто бежал со мной, понимаете? Заметили это или нет? Что я бегу спокойно, никаких нагрузок нет, желаю всем счастья. Это называется оздоровление. Когда человек суетится, напрягается во время тренировок каких-то, он разрушает свой организм. Когда спокойно даёт такое движение, спокойно, желаешь всем счастья, тогда лечение идёт. Движение – это жизнь. Допустим, вас врачи напугали, сказали, вам ходить нельзя подолгу, так как говорит этот сектант Тарцунов. Вот, если вы поверили в это, то тогда будьте уверены, что ваши суставы через полтора года превратятся уже в негодность, вы будете инвалидом. Понимаете? Ну, если вы будете делать так, как я сказал, пройдёт год, ваши суставы, колены уже восстановятся, дальше будут лечиться позабедрин, потому что там тоже уже есть нарушение. Вот. Потом позвоночник, поясница будет лечиться и так далее. Когда человек что-то неправильно делает в жизни, конечно, что-то может от этого страдать, но это прежде всего означает нехватка питания. Даже судьба, она что делает? Она просто блокирует движение энергии по каналам психическим, поэтому идёт нехватка питания в суставы, в печени, и это всё из-за этого разрушается. Когда ты длительным движением и неподвижным положением тела энергию включаешь эту, то судьба не может никак тебе ничего плохого сделать. Ну, то есть аскеза продлевает жизнь. Если продлевать жизнь всех, кто живёт долго, то они все или долго ходят, или постятся на воде, или не двигаются долго, то есть они делают какие-то аскезы, продлевающие жизнь. Вот, это основа длительной жизни, это как желание жить через движение передаётся. Человек, если в отчаянии находится, как вы, допустим, года полтора назад попали в сильное отчаяние, и в это время у вас много блоков в организме возникло, запустились вот эти процессы старения. Отчаяние – это не способ жить, нужно молиться, длительное движение совершать. Вот мы, допустим, сейчас побегали, люди после этого говорят, «Меня сильно расслабило, мне сильно хорошо стало». Это признак того, что человек, организм напитался энергией. И вот так человек должен жить, вот должен расслабить. Понятно? Всего доброго. Будьте счастливы. Не верьте врачам, вот если вот смотрите, я к чему хочу сказать, не то, что врачи плохие. Вот, допустим, вы пришли на прием к какому-то человеку, да, и вас там сильно напугали, вы выходите в испуге. Это значит, что вы осквернились. Вот если вам дают путь какой-то, и вы чувствуете, что это может помочь, это значит, Бог вам дал знания. А если вам сказали, испугали, вот это не делай, то не делай, просто умри. Вот вода тебе опасна, потому что суставы воспалятся, то есть в море нельзя купаться, вот ходить долго нельзя. Теперь дальше холод нельзя, жара нельзя, воздух лишний продувает тоже нельзя. Ну, как бы привыкать к земле, это можно. Спасибо. Понимаете, нужно понять, что надо наоборот мыслить по-другому, нужно вот это все нельзя, наоборот убирать из жизни, потому что это и есть препятствие. Понимаете, вот эти врачи, как бы если посмотреть на них, они сами еле дышат. Я хоть сам врач, как бы кандидат медицинских наук, но в данном случае я говорю про тех людей, которые все время нельзя, нельзя. Нужно наоборот, вот допустим, взять моего одного друга. Он начал бегать сразу по 20 километров, так, конечно, делать нельзя. Нужно просто ходить спокойно, привыкать, что привыкал к организму. Он начал бегать, видите ли, и у него сразу в мениске в одном появилась киста в колене. Ему врачи говорят, ну все, как бы, тебе надо делать операцию, менять мениск, вот, ты инвалид уже, все, вот так вот, напугали его. Он такой пришел весь бледный, я не знаю, что делать у меня, все, я инвалид, бегать запретили, ходить даже тоже нельзя почти, надо больше сидеть, ходить нельзя, вот. Я говорю, зайнись длительной ходьбой, просто иди до тех пор, пока боль в суставе не пройдет. Он начал ходить, боль прошла, он говорит, что теперь делать? Я говорю, теперь опять беги. Он побежал, начало немножко ныть, ныло месяца два, потом прошло, бегает как конь, даже начал бегать с этими подъемами, спусками, нагрузку давать на суставы, вообще ничего не болит, не ноет. К врачу в больницу не идет, потому что боится, что его опять там напугают. все, думаете, у него там осталось киста? Нет. У меня есть одна знакомая, она вообще высокопоставленная человек, она, тоже у ней была грыжа позвоночника, она начала делать йогу, пришла, потом сделала ретген, никакой грыжи нет. И потом сказали, да у вас, наверное, неправильно диагноз поставили, грыжи вообще не уходят сами. Наверное, неправильный диагноз, почему они не уходят, организм восстанавливается, он же живет 80 лет, постоянно что-то обновляется, меняется, это не то, что в машине, колонии, колодки стерлись, и все. У нас же все восстанавливается, понимаете, поэтому нужно радостно жить, двигаться, идти вперед, но понять разницу между давать нагрузку и длительная ходьба. Когда ты длительно идешь, ты не даешь нагрузку, ты расслабляешься. Понятно? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова